Доклад на тему «Анализ развития множественной лекарственной устойчивости в клетках сарком мягких тканей». Саркомы мягких тканей – группа редких злокачественных новообразований соединительной ткани. Ежегодно в Российской Федерации выявляют около 3500 случаев сарком мягких тканей. Что составляет приблизительно 1% от всех злокачественных новообразований. Каждый год от сарком мягких тканей умирает около 3000 пациентов. Что, несомненно, вносит вклад в структуру смертности, особенно детской. Особое внимание заслуживает высокая дитерогенность сарком мягких тканей. Это связано с тем, что клетками-предшественниками являются мезонхимальные клетки. в норме, дающие начало развитию множества органов и тканей. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, выделяют более 50 потипов сарком мягких тканей. Стоит отметить, что даже внутри одного потипа наблюдается высокая дитерогенность. Пятилетняя выживаемость при саркомах мягких тканей составляет около 50%. Более того, 20% пациентов с данным заболеванием погибают в течение первого года с момента постановки диагноза. На прогноз заболевания влияют в первую очередь стадии кистологический потип опухоли, а также ряд других факторов. Стоит отметить, что сарком мягких тканей с метастазированием характеризуются крайне плохим прогнозом. В настоящее время основным методом лечения сарком мягких тканей является хирургическое вмешательство. На данном слайде красным выделены этапы, в которых используется химиотерапия. Как мы видим, начиная со второй стадии заболевания, химиотерапия является неотъемлемой частью лечения сарком мягких тканей. Здесь представлены рекомендованные режимы химиотерапии. Стоит отметить, что возможности лекарственной терапии при лечении данных групп заболеваний представлены в первую очередь статическими препаратами, такими как дотетоксел, ифосфамид, кемцетабин, доксорубицин и их комбинации. На данном слайде представлено сравнение терапевтических эффектов и побочных эффектов в препаратах, используемых в терапии сарком мягких тканей. Например, наиболее часто используемый препарат доксорубицин эффективен лишь у 20-30% пациентов, и его применение не даёт существенного увеличения продолжительности жизни. Более того, применение доксорубицина омрачается значительными побочными эффектами со стороны кроветворения сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы и выделительной системы. Приблизительно такая же картина наблюдается при использовании ифосфамида, сравнимого по эффективности доксорубицином. Их комбинация, в принципе, эффективнее монотерапии в ряде исследований. В ряде исследований она сопоставляется по эффективности с монотерапией, при этом побочные эффекты такие же, как и при монотерапии. Такая же ситуация наблюдается и в комбинации дозотоксела и гемцидобина. Таким образом, учитывая высокую опухолевую гетерогенность, необходимость химиотерапии, низкую эффективность самой терапии, возможность как можно точнее предсказывать ответ опухоли на проводимую терапию является актуальным вопросом лечения сарком мягких тканей. В настоящее время широко распространены рутинные методики, такие как гистологическое и цитологическое исследование, рентгенография, ультразвуковое исследование, определение стадии заболевания. Но также существует ряд новых методик, включающих новые методы визуализации, такие как ПЭТ, МРТ, оптическая диффузная спектроскопия и молекулярные методы, такие как поиск сывороточных биомаркеров, поиск тканевых биомаркеров, использование омиксных технологий, оценка химочувствительности инвитра. В нашем исследовании мы использовали такие методы, как поиск тканевых биомаркеров, использование омиксных технологий и оценка химиочувствительности имбитра. На данном слайде представлен схематический дизайн нашего исследования. Если говорить вкратце, то от пациента при сечении опухоли или взятии биопсийного материала производился забор ткани, частично для анализа соматических мутаций, частично для дальнейшей деградации на отдельные клетки. Данную клеточную культуру цитологически исследовали, чтобы приблизительно оценить процент опухолевых клеток, проводили анализ хемочувствительности к препаратам. В нашем исследовании использовались такие препараты, как абсурбицин, фосфамид, дазотоксел и генцитабид. Их комбинации. А также проводился анализ экспрессии генов множественной гитарственной устойчивости. В конце исследования предполагается оценка результатов с клиническим ответом пациента. На данном слайде схематически представлен процесс анализа хемочувствительности опухоли к препаратам. За 100% берется концентрация плазматического пика препарата. Анализ начинается с 200% концентрации и далее с уменьшением в два раза доходит до 6,2% концентрации. Особое значение в определении чувствительности и резистентности имеет 100% концентрация и 25% концентрация. В левом углу слайда представлены более подробные критерии оценки хемочувствительности и резистентности. На настоящий момент хемочувствительность была определена для 80 случаев сарком мягких тканей. При этом наиболее распространенными являются плеоморфные саркомы, далее идут бипосаркомы, синвяльные саркомы и лиомиосаркомы. На этом слайде представлены данные по хемочувствительности для группы плеоморфных сарком. Данный тест позволяет выделить чувствительные и резистентные группы к применяемым препаратам и их комбинациям. Однако наибольший интерес представляет выделение групп, которые, несмотря на эффективную комбинацию, опухоль чувствительна только к одному препарату из этой комбинации. Такие же результаты мы наблюдали и в других группах по типах опухолей, таких как липосарком, лиомиосаркомы и синвяльные саркомы. Одним из наиболее изученных процессов, влияющих на чувствительность опухолей терапии, является развитие множественной лекарственной устойчивости. В основе этого процесса может лежать множество механизмов, в том числе рефлюк лекарственных средств, активация механизмов препараций, метаболизм лекарственных средств, модулирование процессов креточной гибели и некоторые другие. В нашем исследовании основной упор был сделан именно на изучение рефлюкса лекарственных средств, так как в первую очередь это наиболее изученный процесс развития множественной лекарственной устойчивости. Кроме того, уже было показано, что транскрипционный фактор YB1 является регулятором экспрессии генов, кодирующих белки ABCB1 транспортеров, и некоторые белки, входящие в состав цитоплазматических рибонуклеиновых хранилищ, тоже являющихся участниками лекарственного рефлюкса. Кроме того, экспрессия транскрипционного фактора YB1 ассоциируется с худшим прогнозом у пациентов с сарковой мягких тканей. В настоящее время анализ экспрессии генов множественной лекарственной устойчивости был проведен на 34 образцах от пациентов с сарковой мягких тканей. Методом ПЦР в реальном времени была проанализирована экспрессия генов ABC-транспортеров, таких как ABCB1, ABCC1, ABCG2, а также гена MBP, мажорного белка крупных рибонуклеиновых частиц, и гена YB1, транскрипционного фактора для генов ABC-1 и ABC-C1. На данном слайде представлены результаты коррекционного анализа экспрессии именно ABC-транспортеров. нами была выявлена корреляция экспрессии генов ABC-транспортеров друг с другом. Кроме того, наблюдалась слабая корреляция экспрессии гена YB1 с экспрессией генов ABC-B1 и ABC-G2. Также наблюдалась слабая и отрицательная корреляция гена MBP с экспрессией генов ABC-B1 и ABC-G2. Однако анализ не выявил корреляции экспрессии исследований генов ни с IC50 препаратов, ни с интегральной суммой рангов. Только экспрессия MBP слабо коррелировала с резистентностью клеток децитоксилов. Кроме того, помимо определения уровня MRNK в образцах, также проводился анализ экспрессии белков P-гликопротеина и BCR на поверхности опухолевых клеток, полученных от пациентов с сарком мягких тканей. Экспрессия PGP наблюдалась только у 5 из 34 пациентов, что составляет 14% случаев. Экспрессия BCRP на поверхности мембраны наблюдалась у 14 из 28 пациентов. Также была обнаружена слабая и отрицательная корреляция между экспрессией белка BCRP на поверхности мембраны и резистентностью клетоксилов. Таким образом, исходя из нашего исследования, были сделаны следующие выводы. Анализ опубликованных данных по химиотерапии с сарком мягких тканей свидетельствует о том, что доля пациентов, у которых наблюдается резистентность к химиотерапии при проведении первого курса лечения, составляет не менее 45%. При культивировании опухолевых клеток с сарком мягких тканей у ряда пациентов выявляется резистентность к определенным препаратам, что позволяет провести выбор препарата или комбинации, потенциально имеющим большую вероятность проявления терапевтического эффекта. Кроме того, повышение экспрессии генов норостренной лекарственной устойчивости, включая гены ABC, транспортеров, транскрипционного фактора YB1 и MVP, не является основным механизмом резистентности сарком мягких тканей к химиотерапии. Особое внимание хочется уделить участникам данного исследования. И данное исследование было проведено при поддержке гранта РФФИ. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...